Стартом Атлантиса завершается эпоха американской космической программы Space Shuttle. За 30 лет задачи многоразовых челноков серьезно изменились — от военной программы «Звездных войн» до мирной программы международного сотрудничества. Я думаю, что шаттл — это потрясающее летательное устройство. Более 30 лет он служил нам верой и правдой. С ним легко работать и на запусках, и приземлениях. Он очень сильно помог нам в научных исследованиях и в постройке МКС. «Атлантис» — один из шести построенных в США челноков, стоял на службе НАСА четверть века. Совершил семь полетов к орбитальному комплексу «Мир», 11 — к Международной космической станции. И даже успел сняться в голливудском блокбастере «Армагеддон». После завершения последней миссии по доставке на МКС грузов и оборудования, «Атлантис», как и его предшественники шаттлы «Эндевр» и «Дискавери», станет музейным экспонатом космического центра имени Кеннеди во Флориде, рядом с местом старта. Один из самых ярких эпизодов с участием «Атлантиса» — первая в истории пилотируемой космонавтики стыковка челнока с советским орбитальным комплексом «Мир». Летом 1995 года Николай Бударин вместе с Анатолием Соловьевым прибыл на станцию «Мир» на шаттле «Атлантис» в составе 71-й американской пилотируемой миссии. Впервые российский космонавт свой первый полет на орбиту совершил не на «Союзе», а на американском корабле. Когда, знаете, два таких объекта где-то далеко, на расстоянии около 400, ну там 3070-380 километров где-то в космосе, первый раз и густыкуется, и когда мы к станции подходили, это, конечно, сердце так замирало. Международная космическая станция, сменившая на рубеже веков комплекс «Мир», своим рождением во многом обязана американским челнокам. В мае прошлого года именно «Атлантис» доставил на МКС очередной кирпичик российского сегмента — малый исследовательский модуль «Рассвет». Во время полета на станцию «Мир» мы очень многому научились у русских. Не представляю, как бы мы стали строить космическую станцию без тех приобретенных знаний. А когда все это начиналось, то русские и американцы уже знали, как работать вместе, как наше оборудование функционирует сообща, и даже как мы будем вместе отдыхать. Штатный экипаж «Атла» — шесть астронавтов. Сегодня экипаж «Атлантиса» сокращен до четырех человек. Запасной корабль при нештатной ситуации на орбите НАСА прислать не сможет. Вся надежда на российские союзы. В этот раз экипаж состоит только из четырех человек. В планах есть выход в открытый космос, который будет выполнен двумя космонавтами с космической станции, чтобы помочь экипажу «Шаттла». Именно на челноке «Атлантис» совершил в 2002 году свой первый полет на орбиту российский космонавт Федор Юрчихин. Тогда в экипаже была и Сандра Магнус, которой выпала честь стать одним из главных участников последней миссии «Шаттла». Я бы ее назвал так, великим организатором нашего экипажа. Вообще «Атлантис» — это легендарный корабль из серии «Шаттлов». Для меня он самый легендарный. Почему? Вспомните историю этого корабля. Он стыковался к станции «Мир» первый раз. Кроме Сандры Магнус, в экипаже исторической миссии командир Крис Фергюсон, пилот Дюк Хёрли и специалист Рекс Лохем. Опытные астронавты, за плечами которых по два-три полета. Мы многому научились на «Шаттле» — работать в космосе и проводить эксперименты. Полеты «Шаттла» очень дорогие. Теперь мы сосредоточим средства на решение новых задач. В ближайшие три года Россия будет единственной страной, выполняющей пилотируемые полеты на МКС. Однако ни в НАСА, ни в Роскосмосе не исключают. Будущие космические экспедиции к Луне или Марсу могут быть совместными. Все сейчас прекрасно понимают, что идти в одиночку будет очень тяжело. Да и вообще, если такая аналогия уместна, в общем-то, по дороге идти легче компанией, не потому что это веселей, а потому что это легче и проще и эффективней. Эпоха многоразовых космических кораблей завершена. «Шаттлы» были слишком дорогими кораблями даже для богатой Америки. И еще они оказались не очень надежными. Несколько лет относительного затишья в Америке посвятят разработкам новых кораблей и ракет-носителей. Чтобы не отстать, России надо открывать новую страницу своей космической истории с новыми кораблями и новыми целями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова